Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня, братья и сестры, мы с вами слышали два зачала евангельских. Сегодня у нас память Дня Воскресного и память также иконы Божьей Матери с нами. И вот, Евангелие Дня Воскресного нам повествует о исцелении женщины в день субботи. Когда Господь вошел во храм и исцелил бывшую там женщину, которая была горбатой от своего недуга, не могла распрямиться, как сказано, уже 18 лет. И нашелся человек, как сказано, старейшего собора, который обратился негодуя к окружающим, сказал, кто же это посмел исцелить в субботний день человека? Есть столько дней в неделе, да, что можно было целиться. А вот, некий из вас посмел это сделать в субботу, говоря это об Иисусе. И он, видимо, надеялся услышать со всех сторон одобрение в свой адрес, что вот кто-то нарушил Божью заповедь, и он достоин быть осужденным за доброе дело. Удивительный факт, да? Человек, который призван нести добро, ищет злое в том, кто делает это добро. Удивительный факт слепоты и беспощадности по отношению к себе подобным. Таким же фанатизмом были заражены многие. Многие представители и от христианской веры, да, та же инквизиция прославилась тем, что уничтожала людей по каким-то только ей ведомым формальным признакам. Часто людей, которые были ей неугодны по политическим мотивам или по иным каким-то мотивам. Так и прочие тоже, как бы сказать, религиозные течения не остались в стороне, да. То там, то там, как бы сказать, возникали различные проявления фанатизма, да, которые старались истребить неугодных себе по какому-то формальному признаку. Но в данном случае этот признак наличия субботы. Суббота помешала старейшине собора увидеть добро, делаемое Иисусом. И вы все знаете, да, что именно Иисусу принадлежат слова, да. Не человек для субботы, а суббота для человека. Не человек создан для закона, а закон создан для человека, говоря более глубоко обо всем. Закон создан для человека. А сегодняшнее течение событий, оно как бы свидетельствует об обратном. Человеку пытаются внушить, что он создан для закона. Он винтик в этой системе, которая построена как бы для него, но на самом деле построена не для него. Эта система, которая сегодня строится, я говорю о новом цифровом порядке, она создана не для человека. Человек в нее интегрируется с большим трудом, потому что ему приходится от очень многого дорогого и близкого ему отказываться ради участия в этом новом мире. Человека под эту систему ломают. И эта система, поверьте мне, гораздо более беспощадна, чем многие фанатичные религиозные системы. С юристом мы с вами сталкиваемся повседневно. Человеку кажется, что вот благодаря тому, что процессы многие ускоряются в мире, у него будет больше свободного времени. Это иллюзия. Пока человек, ты работаешь и что-то делаешь, вот это твое время. А все остальное, оно, как бы сказать, тебе не принадлежит. Поэтому не надейся на то, что эта новая система даст тебе какие-то особые блага. Ты никуда не денешься от решения, как бы сказать, основных насущных вопросов. Казалось бы, я уклонился от темы евангельского повествования, но нет, отнюдь нет. Та же самая система возникла и в религиозном сознании евреев, когда они заповедями подменили живого Бога. В их сознании заповедь о субботе стало высшее понимание того, что есть живой Бог. Есть тот, которому все это принадлежит, не только заповеди, но и вообще весь мир. Сегодня человек очень постарался изгнать Бога из всех человеческих дел. Сегодняшняя культура, сегодняшняя политика, сегодняшнее, как бы сказать, положение дел в мире свидетельствует о том, что человек максимально устранил присутствие Бога из этого мира. Оставив только одну надпись на зеленой бумажке. В Бога мы верим. Как бы сказать, и вторая часть фразы, и этого достаточно. Вы знаете, о какой бумажке идет речь. Доллар, на нем это написано. В Бога мы верим. Правда, не указано, в какого Бога и на сколько верим. Но как бы этого для нового мира и его порядка достаточно. А говорить о делах этого мира, да что говорить? Собственно говоря, зачинщиками его являются реформаторы. Один из которых сказал, ну, умрет 20 миллионов россиян, которые не впишутся в эти реформы. Ну и что, новых нарожают. Вот он, ледь мотив тому, что происходит. И вот я узнаю вчера, что скончался тот пенсионер, который прибавку пенсии направил в Кремль. Он направил ее в Кремль и со словами, как бы сказать, может быть, вам похмелиться наконец-то. Вот вам 30 рублей, которые мне прибавили. И он скончался, так бы сказать, как и всякий человек, который, что называется, честен, да, он просто не выдержал, видимо, как бы сказать, этого груза произошедшего. Таких единицы, но все они составляют ту правду, которая существует в этом мире. Мир заблудился. Мир объявил себя самостоятельной системой, которая независима от Бога и не подчиняется его законам. Есть, скажем так, те законы, которые мы поддерживаем, и этого достаточно. Есть то понимание дела, которое нам выгодно, и этого достаточно. В общем-то, мир заблудился, и во многих пророчествах, более древних даже, чем наша цивилизация. Говорится именно об этом страшном периоде, о периоде духовного упадка. У индуистов это звучит, как эпоха Кали-Юги, когда люди будут настолько бездуховны, что они получат все блага цивилизации из своей руки, но отсутствие уважения друг к другу, отсутствие понимания друг друга, все в итоге разрушено. Механическая эра, когда человеку все возможно, но духовные качества у нас настолько низки и ничтожны, что ему это не доставляет никакой отрады и утешения. Он полностью бездуховный. И вот сегодня мы сталкиваемся с этой бездуховностью. Ключи от понимания божества у нас есть. Но мы никак не хочем это божественное впустить в себя. У нас нет такого хотения. Нет, как бы сказать, более глубокого понимания. Мы плаваем по верху водной глади, не желая заглянуть, а что же там внутри творится, на дне океана. Такое же богословие сформировалось и в времена, когда пришел Христос в иудейском народе. Я часто вам говорю о том, что мы во многом повторили судьбу еврейского народа. У нас так же не стало своего царя со временем и так же не стало прежнего государства, каким оно было. Мы во многом повторили, да, и веру нашу пытались попрать, да, и, в общем-то, во многом успешно попрали. Так что сегодня, подобно, как бы сказать, Вавилону, мы часто не понимаем друг друга, да, как Вавилонское царство разделилось из-за того, что его граждане не понимали друг друга. Так мы сегодня очень сильно разобщены и разъединены. Будто бы мы говорим на разных языках и никак не можем понять друг друга, хотя часто говорим об одном и том же. И вот мы во многом повторили историю этого народа, да, и сегодняшняя наша вера часто представляет собой тот же еврейский эрзац. в ней зачастую нет глубины. Мы не видим рядом с собой образа подобной Божией. Мы не видим рядом с собой человека. Мы часто утверждаем, что человек создан для субботы, ну, или, как бы сказать, там, для воскресения, или там, еще для каких-то там особых заповедей, да, но не они созданы для человека. Мы часто подменяем второстепенным главным. И забываем о том великом слове, которое оставили нам древние. Человек есть мера всех вещей. Ни закон, ни заповедь, ни какое-то там, как бы сказать, особое слово или состояние, а именно человек, мера всех вещей. И именно человека используют как разменную монету во всех интригах сегодняшнего, да. Уврет 20 миллионов, новых нарожают. Уврет 100, новых нарожают. Уврет миллиард, да ладно, не проблема, да. Лишь бы только достигнуть своей какой-то утормической цели. Человек неважен, человек не нужен, человек неинтересен. А почему? А потому что человек так позволил к себе относиться. Он позволил изгнать из себя образцы подобия Божия. Он позволил забрать у себя тот мир, который ему вручил Бог. Демоны обладают человеком ровно настолько, насколько человек им это позволяет. Ровно настолько. Все остальное принадлежит Богу. И когда человек позволяет демонам полностью собой обладать, живет по страстям и своим прихотям, Богу место не остается. Вот поэтому в этом мире и происходит нечто такое, да, чего, может быть, и не происходило даже ранее. Просто до определенного исторического момента это было вполне себе заурядным делом. До того, как Христос пришел в мир и просветил его истину. сказав истину, да, о том, что не человек создан, как бы сказать, для заповедей, да, а заповеди даны для человека, да, что религия есть следствие падшего состояния человека, но она не давлеет. не будьте фанатичны настолько, чтобы не видеть друг в друге людей. Не будьте настолько фанатичны и безумны. Помните о том, что вы люди и в этом ваша главная общность. а не в том, чтобы доказывать друг другу какую-то вымышленную зачастую правду. С какой стороны бить яйцо, да, из-за этого целую войну объявлять друг другу, да, или, скажем так, использовать или не использовать вилку во время обеда, да, некоторые считали это, как бы сказать, изобретением сатаны, да, ну, абсурд, люди, одумайтесь, да, вы друг друга готовы убить из-за каких-то вещей совершенно безумных. То же самое и на бытовом уровне, да, там, поссориться с соседом из какой-то там вымышленной причины, да, вот, он там прошел слишком близко к моему забору, да, дай-ка я его за это там, как сказать, как следует, да, обижу. Люди, это же безумие просто, да, бездуховность, она просто превосходит, все масштабы сегодня. Но мир старается еще больше увеличить ее присутствие, да, еще больше этот ноль ничтожный старается давлеть над людьми, ноль этой бездуховности, которая все ничтожит. мы впитываем в себя стереотипы поведения не из духовной литературы, не из чтения писания, не из понимания, хотя бы элементарного человеческого понимания друг друга. мы впитываем в стереотипы телевизионные, зараженные страстями, впитываем в стереотипы, как бы сказать, то, что нам подают адепты нового цифрового мира, да, там весьма и весьма сглаженные понятия о добре и зле. многие уходят в этот перст головой, потому что у них нет возможности сопротивляться, они бездуховны, и потому не могут вернуться к, высказываете, с того мира. Я в свое время узнавал много людей, одержимых этой страстью, да, цифровой страстью, геймеров и прочих людей, которые оттуда уже не могут вернуться. Вся их система, весь их обмен веществ, метаболизм подчинен работе там, да, в настоящий мир, как и наркоманы, они уже не возвращаются. Жить этими стереотипами пошло и бездуховно, вы должны это хорошо понимать, да. Я помню одно событие, которое меня поразило. Если помните, когда Останкинская башня прекратила свое существование на несколько дней. Я не смотрел телевизор в то время уже больше пяти лет. И вот я выхожу на улице и не могу понять, что происходит. Я смотрю на людей, но на их лицах нет жизни. Она отсутствует. Все молчат, никто никому не говорит ни слова. Все не знают, что происходит как будто и что-то произошло. Я чувствую, а я не знаю совершенно. И вот я потом окольным путем узнаю, что оказывается Останкинская башня прекратила свое вещательное существование. И весь мир замер, он не знает, что делать. У него нет руководства к действию. Нет режиссера, который скажет, когда улыбаться, когда плакать, когда смеяться, когда унывать. нету режиссера, скончался великий режиссер. И мир повис в безжизнном состоянии. И люди выглядели настолько пропащими, что это была просто драма в моих глазах, настолько это было кошмарно видеть. Они потеряли руководство действия. Вот так когда-то весь мир потеряет руководство действия. Потому что тайна беззакония не может им править вечно. О которой говорил Амб Богослов. Тайна беззакония это когда беззаконие подают под видом закона. Это когда суббота важнее, чем человек. Это когда блага важнее, чем сам творец, присутствующий в этом мире. вот эта тайна беззакония рано или поздно должна опасть. И вот в каком состоянии мы окажемся это еще большой вопрос. Потому что если мы всю жизнь прожили и верили только лишь в то, что суббота важнее человека, кого же мы найдем в царстве небесном? Таких же себе подобных извергах. неужели не нужно тянуться к живому, пока мы живы, пока наши сердца горят жизнью и свободой, мы должны тянуться к живому, а не к мертвому, к животворящей единице, троице воединице, как говорит церковь, а не к ничтожащему нулю, который все обижит. Именно к животворящему духу мы должны стремиться, а не к тому ничтожеству, который пытается его подменить. Аминь. Арцент Яс.